Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому небезразлична судьба музыкального театра. Сегодня я расскажу о том, как началась моя поездка в Италию, которую многие по инерции продолжают считать центром оперного мироздания, хотя это уже давно не так. Моя поездка вряд ли бы состоялась без помощи подписчиков на платформах Бусти и Патреон. Спасибо им огромное за поддержку. А если вы еще не подписаны именно на Бусти и Патреоне, то сделайте это прямо сейчас, чтобы смотреть все обзоры целиком и с музыкальными фрагментами. Все познается в сравнении. Этот трюизм приходит первым в голову, когда ты попадаешь на спектакли практически любого итальянского театра, находящегося за пределами Милана. Очень часто сегодня то, что показывает театр Ласкало, не поднимается до уровня ведущих театров Европы. Ласкало торгует успешно старым брендом, но не заботится о подкреплении его новым качеством. Об этом в следующий раз. В следующих выпусках я расскажу о двух спектаклях театра Ласкало, а сегодня о постановке оперы Макбет Верди в Болонье. Я давно не был в Театре Коммунале в Болонье, старом и красивом, по крайней мере, хотя бы здание можно посмотреть. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что театр теперь закрыли на ремонт, а спектакли играют в Дворце Конгрессов на местной выставке достижений итальянского хозяйства. Болонский театр в последнее время не вылезает с первых полос новостей в связи с тем, что оркестр тут возглавляет пламенный трибун, дирижер Оксана Лынив. Дирижер она, скажем честно, не самый выдающийся, но совмещает в себе две важные для сегодняшнего искусства вещи. Во-первых, она женщина, а теперь она еще и первая женщина, продирижировавшая, скажем, в Байройте. А во-вторых, она все время борется с русскими музыкантами, придумывая удобные инфоповоды. С Курензисом она в Вене играть не захотела даже параллельно, а вот с Нетребкой в Висбадене очень даже. Но я слышал, как она боролась иногда с музыкой того же Чайковского в Венской Орлеанской Деве, и меня скорее обрадовал тот факт, что на моем спектакле в Болонии другой дирижер, маститый Даниэль Орен. Ну а ехал я, собственно, для того, чтобы ответить на многочисленные вопросы, заданные подписчиками и в зеленом берете, как я отношусь к сегодняшнему творчеству Екатерины Семенчук, которая исполняла партию «Леди Макбет». Правда, когда я покупал билет, то ее партнером в главной партии должен был быть Роман Бурденко из того же Мариинского театра. Но беда сегодняшних итальянских театров и в том, что покупая билет на одних певцов, ты можешь услышать совершенно других. И никто даже не извинится перед зрителями. Впрочем, местный зритель, как я смог убедиться сам много раз, выискивает в программке в первую очередь итальянские фамилии, да и аплодирует больше всего им же. А то, что русского Бурденко заменил грузин Георгий Гагнидзе, да какая разница. Конечно, играть в спектакли в таком большом сарае очень непросто. И не только из-за акустики, она здесь ужасная. Само место накладывает отпечаток. Добраться сюда непросто, люди опаздывают в паузе, их запускают в зал, они долго ищут свои места, разговаривают, ругаются. Ну, знаете, все как в итальянских фильмах. При этом маэстро Орен должен ждать их, и выглядит он весьма злобно при этом. А самое главное, те, кто уже прослушал первый акт, на музыку настроился, успокоился, а вновь прибывшие еще долго не могут отойти от того, что им пришлось стоять в фойе и ждать. Они гремят сумками, шуршат пальто. А кто в Италии еще будет сдавать их в гардероб? Смотрят в телефоны. В общем, это убивает настроение всего первого действия в принципе. Как-то это все выглядит абсолютно позорно и для Италии некрасиво. Наверное, если бы на сцене происходило что-то выдающееся, то они бы сразу присмирели. Но на сцене идет нечто сильное, отдающее провинциальным домам культуры. А как иначе, когда в таком театре нет даже нужного очевидного театрального оборудования? Поэтому сценографу Григорию Дзурли ничего не остается, как повесить три занавески и сделать две движущиеся стеночки. И на такой сцене любые декорации могут подаваться на сцену только слева направо или наоборот. Боюсь даже себе представить, что на этой сцене в скорости будут играть и другие спектакли, например, моцартовского Дон Жуана в мае. Что это будет при такой акустике и в такой сценической подаче? Спасибо всем, кто посмотрел этот фрагмент моего нового обзора. Целиком его можно увидеть по подписке на платформах Бусти и Патреоне. Для подписчиков на Бусти и Патреоне каждый месяц доступны до семи обзоров, десятки лекций и колоссальный архив, в котором вы найдете информацию о своих любимых театрах, постановщиках, исполнителях, фестивалях. Надо всего лишь зайти в инфобок под этим видео и кликнуть ссылку на платформу, которая вам больше подходит. Тем, кто живет в России, я рекомендую подписываться на Бусти, а всем остальным на Патреоне. Так будет удобнее именно вам. Ну а потом остается только наслаждаться всеми возможностями подписки. Причем нельзя забывать, что на Бусти и Патреоне нет никакой рекламы, а все обзоры снабжаются музыкальными иллюстрациями. То, о чем вы мечтали на Ютьюбе, сбывается прямо сейчас. До встречи на канале Сумерки Богов, где бы вы его не смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok